Поначалу источники сообщили, что самолет разбился в горах, однако позже стало известно, что он упал в воду. Взлетев с аэродрома, он углубился в море на 6000 метров, пошел на плановый разворот в сторону Сирии и исчез радаров. Вскоре первые результаты дала поисковая операция. В воде спасатели обнаружили обломки лайнера и вещи пассажиров, а следом и сам самолет. В полутора километрах от берега на глубине около 70 метров. Очень неприятно будет узнать, что это опять какой-то мститель. Это может быть и внутренняя какая-то причина. Ведь почему трудно поверить в технические неполадки? Если самолет начинает дрожать, что-то там барахлит, что-то отключилось, у летчиков всегда есть возможность сообщить срочно в аэропорт. Срочно как-то оставить след должно быть. Потом простое падение самолета, он ушел бы весь под воду. Но он же на части разлетелся, на части, значит произошло разрушение в воздухе. Люди погибли, уже не важно от чего. Просто нам, кто вот сегодня это все оценивает, говорит, все-таки истинная причина была бы полезна для всех. А если это внешнее воздействие? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok